В одном из дворов по улице Малая Арнаутская находится дом, до которого, судя по его состоянию, никому нет дела. В каких условиях вынуждены проживать в нем люди – далее в сюжете. Войдя во двор Милова, на первый взгляд здание открывается видно аварийный дом, в котором люди вынуждены в буквальном смысле выживать. Местные жители уже долгие годы бьют тревогу, однако все без толку. Дом аварийный с 1992 года. И с этого момента, как вы видите, абсолютно ни ЖЭК, ни власти, ничего никто не делает. СДПТ мы платим абсолютно четко, вовремя. Вы можете посмотреть на дом, он просто весь рушится. Ступеньки, все абсолютно, ну просто ужасное состояние. Я писал уже и прошлому президенту, и нынешнему президенту, и позапрошлому президенту, и толку абсолютно нет. Это не отписки, они все пересылают письма на горсовет. Горсовет обещает, вот уже, я не знаю, сколько лет уже нам обещают сделать капремонт. У меня вот такая кипа из документов, но абсолютно никто ничего не делает. Войдя в парадную, фраза «мой дом, моя крепость» перестает работать. Ведь под крышей этого здания в безопасности себя точно не чувствуешь. Невооруженным глазом видны трещины и уже сквозные дыры в стенах. А само здание уже пошло наперекос. Местная жительница показала одну из своих комнат, в которой отчетливо видно, насколько уже отошли стены здания. Просто там нагляднее всего это видно. Так и не бойтесь. Вот, смотрите. Мне что-то нужно говорить. А когда она... Это дырка, это у нас, у нас получается полностью весь гнилой этот потолок. Это у нас перекрывали крышу в 15-м году рабочей. Это у нас рабочий провалился сюда. Он наступил, и хорошо, что он сюда внутрь не влетел, он успел там задержаться, сюда только мусор улетел. И они сначала делали крышу с той стороны дома, они делали нормально. А потом уже с этой стороны дома, они боялись, они проложили доски и ходили только по доскам. И нас предупредили, что если кто-то будет лезть на крышу, туда что-то делать, то нужно четко держаться вот так вот по центру, дойти сюда, там выход на крышу. Не туда, не сюда, потому что здесь и здесь все абсолютно гнилое. Вот вы видите, вот эти трещины, это тот портал, который над ним, это он продавливает. Дом садится в ту сторону и в ту, а портал давит сюда. Поэтому если он не завалится, он завалится вот именно в этой части. Хорошо, видно, как стена отходит. Вот видите, туда посмотрите. Вот туда стена отходит, и туда стена. В смысле, вот от этой комнаты он отходит вот так вот в две стороны. Состояние дома опасное для жизни. Неужели инспекторы из ГАСК, когда приезжали на проверку, не заметили этого? Почему городская власть за столько лет обращений людей не сделала ничего, чтобы хоть как-то обезопасить жизнь одесситов? Чего она ждет? Очередного обрушения? Или просто слишком занято предвыборным пиаром?